Уважаемые садоводы, здравствуйте! Наступает долгожданная весна. Для кого-то она радостная, а у кого-то тревоги. О будущем урожае. Будет ли у нас этот урожай или не будет, решать каждому из вас. Но наш коллектив агрономов очень активно работает над тем, чтобы в ваших огородах была рассада. У нас около 5000 квадратных метров защищенного грунта. Здесь вы видите непкированную рассаду. Мы каждый день сеем, пикируем, снова сеем, снова пикируем. Вот наши огромные теплицы. Все методы защиты растений у нас экологически чистые. Вот смотрите, это непикированные, еще только что зашедшие, любимые вами сорта. Ну, в частности, петруша. Нет, сибирская, это сибирская тройка. А вот петруша, огородник. Они пойдут на пикировку дня через 5-6. Вот любимый всеми сердцевидный сорт данко. Ну и так далее. Кроме томата, огурца. У нас очень большой выбор зеленых культур. Ну, вот в частности, видите, вот базилик. Базилик фиолетовый, базилик зеленый. Вы знаете, что овощные культуры просто необходимы человеку, когда наступают такие хвори. Поскольку белковая пища, она более агрессивная. И поэтому вы все должны, конечно, сделать упор на овощи. Поскольку они имеют свойство помогать нашему организму выжить в стрессовых ситуациях. Ну, вот огурчики тоже уже такие, что через какое-то время их можно высаживать на постоянное место в тепличку. Сейчас я пройду. Это перчики распикированные. Вот, в частности, есть еще такая новая культура, как батат. Вот он батат. И здесь батат. Переходим еще в отдельный отсек. Здесь в основном сосредоточены баклажаны, перцы. Вон там, вдали, девушки пикируют цветочную рассаду. Я думаю, что и на нашей улице будет праздник. Закончится карантин. И мы вновь будем украшать свои сады и огороды. А вот огуречная рассада. Самые нетерпеливые ее уже получат через две недели. Там вот видите заросли винограда уже цветущего. Вот я сейчас вас проведу по всей нашей теплице. Это специальные ловушки для насекомых. Мы ведем экологически чистое производство. Не травим наши растения, а с помощью феромонных ловушек отлавливаем насекомых. Вот баклажанчики. Всеми любимые синенькие. Ну, у нас есть и зелененькие сорта, полюбившиеся нашим садоводам. А вдали вон там сейчас я вам покажу. Хоть и говорят, что виноград не стратегическая культура, но как же без вина. Я думаю, что когда у нас закончится эпидемия, осенью мы заготовим венца и выпьем за здоровье. Вот обратите внимание, вот она корневая система, вот такая хорошая. Это вот такой замечательный сорт зилга. Он прекрасно растет в условиях Сибири. Вот видите, сколько у нас много саженцев винограда. 50 сортов. Мы наблюдаем, выращиваем от крупноплодных до самых-самых ранних и скороспелых сортов, которые легко удаются даже у самых ленивых огородников. И, наконец, я подхожу к стратегической культуре. Вот здесь, под укрытым материалом у нас находится очень важный и ценный продукт для сибиряков. Это, конечно же, картофель. Это сорт у нас белороза. Очень урожайный, вкусный. Это адрета. Это сорт фиолетовый. Внутри он чем-то... Фу! Посмотрите, какая у него структура. Фу! Даже грязи вот не боюсь. Ну, конечно, вирус я не подхвачу, но заразки маленько можно схватить таким методом. Так, ну и вот Рамона, Артемис, хозяюшка. Ну, у нас около 15 сортов картофеля. То есть, мы выращиваем практически весь спектр культур для наших садоводов-огородников. Все сорта районированы. Вот, смотрите, у нас томаты уже распикированные. Они такие синюшные, но крепенькие, хорошие. Ну, одним словом, уважаемые садоводы, Наш коллектив работает в аварийном, в авральном режиме. Все мы работаем в масках. Наши помещения кварцуются. Сейчас у нас идет очень активное обсуждение, как организовать продажу так, чтобы вы не могли создавать толчую в наших павильонах. Так что, тот, кто не вырастет рассаду, мы приглашаем вас к нам. Мы обеспечим вам безопасность при покупке рассады. За это я отвечаю своей головой. Поэтому ждите наступления тепла и нашего приглашения. Всего вам доброго! До скорых встреч! Здоровья! Не болейте! И сохраняйте режим строгой дисциплины! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok